Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы рассчитываем книги Священного Писания Нового Завета в толковании святых отцов, в данном случае Блаженного Фефилакта. Это номер 17. Деяние 19 глава, 9-10 стихи. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то Он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Ассии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Толкование. Путем называют Лука Христа, о котором и говорится, что Он есть путь. Или же путем называют истинную веру, которую проповедовал Павел. Преподается наставление, чтобы верующие в Сына Божий удалялись от тех, которые поносят Его. 11-12 стихи. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Толкование. 13-13 стих. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Толкование. Уверовать не хотели, а желали изгонять демонов именем Иисуса, потому что слова эти явно изобличают, что заклинатели эти заклинали нечистых духов именем Господа нашего Иисуса Христа, не как верующего Иисуса, но как испытывающие Его. Поэтому спустя немного и поплатились за свое безрассудство. 14-17 стих. «Это делали какие-то всем цуном иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал ответ, «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим Ефесе, Иудеям и Еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Толкование. «Хотя они делали это скрытно, но бессилие их обнаруживается. Достойно удивления то обстоятельство, как этот дух не содействовал обольщению этих заклинателей, но изобличил их и обнаружил их обман. Мне кажется, что он был сильно раздражен, подобно тому, как кто-нибудь, притесняемый в крайней опасности, каким-нибудь жалким и ничтожным существом, хочет излить на это существо весь свой гнев». 18-й стих. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои толкования. Всякому верующему следует сказывать свои грехи, и обречением себя самого зарекаться творить». Продолжение следует...